10 декабря 2022 года время 10 утра вот небо глубина просматривается области с неплотная вот такая зима наступила наконец калининграде сейчас температура где-то минус 3 не холодно ночью там градусники как говорят показывали где-то минус 7 вот и снежок у нас шел последние два дня он то шел то переставал то были маленькие оттепели поэтому такая гололедица появилась небольшая но ее засыпало снежком в общем зима наступила ну вроде как бы не очень надолго то есть во второй половине следующей недели сегодня у нас пятница вроде бы за или суббота 10 шло перепутал вот будет опять потепление температура днем там плюс 1 плюс 2 наверно но так что у нас зима как как всегда ненадолго вот но я сейчас просто пройдусь с него вот эти зимние виды в души надо бывает что такой небольшой сезон зимой калининграде появляется один раз тут а потом вот так вот до конца зимы там никакой тебе нормальной погоды зимний вот но такая скажем так но зато нормальная калининградская зима без снега вообще вот поэтому я стараюсь такие моменты ловиться снегом снимать их так и сниму я тут свои окрестности вот выйду сейчас на киевскую улицу через двор пройду вот наш садик этот мусор весь который там валялся засыпала все выглядит чистеньким вот деревья в снегу о как но кровь как не обледеневшая просто снегом присыпаны дорога еще не заезженная ничего еще не течет вот но все вскоре будет и сейчас я дойду до киевской улице запечатляем этот момент для истории калининграда погодная история так видео такое она банальная как всегда как все мои видео не сенсационные такие съемочка с натуры что мы видим вот еще за месяц назад эти деревья были почти что зеленые можно сказать вот где-то до середины ноября но потом они все быстро пообсыпалась вот этот гигантская груша которую я снимал отдельный видео репортаж какая она здоровенная как выше дома даже продает а яблоней назвал вот но это я уже искать по невнимательности потом разобрался что это грушу все таки вот а яблоньки здесь пониже вот сюда вот сад здесь это все фруктовые деревья а луча груши яблони вишни вот он его стоит еще не все листья обвалились на ней такие они потускнели изрядно ну зима в этом году да в калининграде рано обозначилась если они меняют память прошлом году тут даже на новый год ничего не было ни снега ничего вот в этом году так зима наступила более суровая скажем так для здешних мест аж минус 3 градуса вот пока что будет потом я не знаю это видимо генерал мороз решил тоже поиграть свои игры на и на европейском театре военных действий вот ну то у нас в истории такое часто повторяется мы находимся ну не в центре европы калининграда всякий случай калининград находится западнее варшавы на немного но западнее западнее даже афин как ни странно афина находится восточнее так это линию если провести по карте там можно посмотреть по меридиану что калининград находится западнее все таки вот но это как бы считается европа такая типичная ну на вот этого не жарко не холодно как говорят разве что не так холодно зимой если прямом смысле тут у нас свой русский уголок и мне это нравится да вон видно что такие прогалины там между облаками есть голубые на горизонте солнце еще не очень высоко взошло но вот небо такое разноцветное скажем так пивной мир говорят что калининграде решили спиртное продавать как москве там с 8 до 23 хотя у нас вроде как было то ли с 10 то ли с 11 я поскольку я не часто захожу эти заведения последние годы вот то я плохо ориентируюсь вопросах покупки спиртных напитков всяких кафе киевской это больше пышечная узко парочка такая можно зайти там кофейку попить пушечку скушать пирожок пирожное так вот сейчас это вот у нас балтийский универмаг на той стороне тоже деревья вот это балтийский рынок елочка красивая тут растет остановка автобусов называется балтийский рынок вот рыбу будут продавать запах другой от фургона далее по киевской немного пройдусь масштабе окрестностей до магазинчик а вот просто воспользовался моментом что погода вроде такая хорошая не холодно ветра практически нету вот поэтому холод не ощущается вот такая зима более менее нормальная когда не течет вот и не холодно и снег есть калининградцы от холода отвыкли уже принц вот и такая зима она в общем то даже в диковинку в последние годы не в прямом смысле потому что каждую зиму все равно такое у нас бывает в калининграде вот москве там похолоднее там питере еще холоднее где-нибудь в сибири там вообще жуткий мороз ну вот такие вот климатические зоны улица киевская там идет улица павлика морозов начинается за машины сворачивать влево вот и и недавно отремонтировали я ее периодически секс то захаживаю смотрю так сейчас пройдущего дворик тот зайду дворик красивый когда лето весна клубами люди занимаются вот они сейчас все клубочки в снегу о как вот этот дом говорят старый желтый по моему тысячи это не 7 ими не 7 сотых годов и какая-то женщина говорила что я это не воспринял то ли не знаю тут надо проверять смотреть если есть какие-то средние по этому дому ну вот его отремонтировали естественно вот очень так неплохо уже несколько лет назад он такой здесь симпатичный стоит в общем дом примечательный немецкий симпатичный домик вот ну и сама тоже немецкие домики но они не столь примечательны вот вот а дальше киевская продолжается вот павлика морозова она кусочек покажу вот туда вот она не буду заходить он чуть-чуть видно и где она начинается вот там там тоже у нас дворик я зайду посмотрю да тут скользковато в общем надо аккуратно ходить под ноги смотреть чтобы не долбануться вот двор такой пока еще не оборудованный грязь такая есть небольшая ну потихоньку калининград этого избавляется вот дом тоже ремонтировали недавно посады вот ну вот собственно говоря на этом я буду заканчивать свой ролик у меня он такой скажем так только обзорный как я сказал вот дом этот сниму еще немецкий ну и вон павлика морозова и желтый дом виден бывшего девятого гастронома который сейчас называется народный магазин победа вот он угловой дом левый фасад выходит на улицу киевского правый на улице павлика морозова и на скверик там тоже хороший скверик сделали в этом году ну в общем тут много чего сделали должен сказать балт район расцветает понемножку по чуть-чуть и ну по чуть-чуть я бы сказал даже не по чуть-чуть а такими достаточно ударными темпами сравнивая с тем что раньше было ну вот когда позавчера или вчера мне удалось позавчера до выбраться в центр но ненадолго у меня сейчас как не получается далеко не совсем я сейчас готов к передвижению физически поэтому у меня тут такие каботажные плавания как называется мелкие там все в пределах шаговой доступности и видимости посмотрим что дальше будет как будет дальше развиваться события погода состояние здоровья и все прочее будем использовать моменты погоды еще очень удобно конечно тоже нужна подходящая погода для того чтобы делать более менее нормальные ролики сегодня она более менее нормальная вот и снег еще чистый белый а вот так вот так